Добрый день! Мы на охоте рыбалка на Руси. С нами мастер, автор шикарных вот этих топоров Андрей. Сейчас нам расскажет вообще о своей продукции и собственно говоря мы узнаем все тонкости ваших изделий. Здравствуйте. Благодарю. Мастером меня пока сложно назвать, потому что я реализую продукцию. Я прямой представитель. Сибирский был и Тайга. Тайга Сибы, если быть там третья. Производим мы топоры больше 20 лет. В следующем году уже будет 25 лет со дня основания производства. Все топоры выполняются по сварной технологии. Вот заготовка. То есть из трех слоев создается топор путем сваривания вот этих трех слоев между собой. То есть нагревается заготовка и сваривается кузнечной ковкой. Но здесь можно увидеть слои. Можно хорошо проследить это на топоре с дамасской стали. Тень падает. Да, видно, заметно. Здесь обложкой, то есть рубашкой топора служит дамасская сталь. А центральный, сердцевик, сердцевина, силовик, это такая же сталь, как на черных топорах. В данном топоре производство Сибирский булат. В качестве силовика выступает сталь 10ХНР, который является продуктом нашего производства. Сталь для этих топоров. Мы варим сами. Обклад идет сталь 3. Это уже полоса готовой стали, которая в виде полосы поступает сюда в пакет. Пакет сворачивается, ну и, соответственно, далее уже я рассказывал. А вот все-таки для эстетики сделано вот это напыление под дамасской. Что это? Что такое дамасск? Это поверхностный слой вы сделали. А, из чего рубашка состоит? Нет, это, как сказать, делают, конечно, лазером. Но это японцы обычно, ну и не только японцы. Вот. Лазером рисуют подобие дамаска. На самом деле внутри то, что на заборе написано, а там дрова лежит. Вот. Но здесь то же самое, получается, у японцев они, ну, в смысле, многие просто, чтобы сэкономить деньги на производстве, они, соответственно, рисуют просто этот рисунок, как вы говорите, на полении или что-нибудь другое. Здесь больше сотни слоев. Вот в этом, в этом вот слое, который служит обложкой, в смысле рубашкой. Вот. Здесь больше сотни слоев сваренных между собой. То есть сваривается, растягивается заготовка. После этого опять разрезается, опять сваривается. Ну, кузничной ковкой. Соответственно, здесь все серьезно и на один пакет тратится уйма времени и сил. Вот. В Дамаске присутствует до девяти различных сталей. То есть в пакете в самом Дамасской стали присутствует до девяти различных сталей, которые сварены между собой. В зависимости от этого каждый слой дает свой рисунок. Ну, в смысле, если, чем больше слоев используем в самом пакете, тем более, ну, как сказать, больше радуга. То есть каждый метал дает свой цвет. То есть различные. От зеленоватого до... Ну, в общем, надо просто посмотреть фотографии, которые были. Ну, они отличаются достаточно сильно, да? То есть, как бы... Они отличаются по качеству, да. Если, допустим, видеть Дамасский топор. Ну, вот, взять, к примеру, вот. Самый первый, один из первых, которые больше двадцати лет, я же говорю, начинали выпускать. Это был среднерусский топор. Среднерусский, это... Раньше он был боевым топором, имея что с такой же длиной рукояти. Вот, прямая была рукоять. Только здесь крючок был побольше. Почему боевой? Раньше он использовался для того, чтобы... Ну, как крюк. То есть, для того, чтобы преодолевать какие-то заграждения. Чтобы опустить щит бойца, который там нападает. Соответственно, опускаете щит и против топора русского ничего не стояло. Соответственно, любую шапку можно одеть, она не спасет. Ну, а в бытовых условиях какая функция тогда? В бытовых условиях пришел домой, дом построил. То есть, там пошел повоевал, домой вернулся, дом поставил тем же самым топором. Он идет и как плотницкий топор, легкий плотницкий, топор до одного килограмма. То есть, это как бы то, что было лет 400 назад, да, 500? Вот такие топоры, да? Правильно, да? Да, да. Почти такие же, да. Да, да, да. Абсолютно верно. Вот. Отклепся немножко. Вот вы говорили про стойкость лезвия и чем отличается. Если взять толщину вот этого топора и, к примеру, черного, то здесь станет сразу очевидным, что разница в толщине бросается. Ну, это заметно, да. Вот даже на камере видно. Да. И, притом, при всем, у этого топора пакет, он более стойкий к нагрузкам, нежели у этого. То есть, если в пропорции посчитать, вот они сейчас равны им. Представляете, какую нагрузку может выдержать такой топор, если сделать его такой толщиной. Но и вес этого, соответственно, больше, да? Да, естественно, он и больше весит. Естественно, кости не просто рубит, он их режет. То есть, минимальное количество осколков, минимальное усилие, которое необходимо для того, чтобы рубить кость. Вот. Ну, а если при такой толщине это, ну, вообще, он просто как масло режет филейным ножом. Ну, масло, не то, которое в холодильник, а то, которое уже постоятельство. Ну, в общем, неважно это. Вот. Собственно, огарет внизу. Но, тем не менее, я так понимаю, что есть любители вот таких, да, как бы... Минус 50. В таком металту, да? И... Минус 50 можно работать. Потому что... Вот здесь ценник три раза дамасского топора больше, чем в черном. Если в таком виде он стоит, ну, восемь с половиной тысяч без окуха, то в таком виде он стоит уже 28 тысяч. То есть, это ощутимо. Ну, минус 50 нормально. А по возможности этот топор, соответственно, делает то же самое, что и дамасский? Или наоборот? Ну... Не, на самом деле спрашивают про цену, да. И многие покупать... Фу, зрители задают вопрос, какая цена сразу. Это уже немаловажно. Ну, то есть, как бы сразу, чтобы знали люди. Про цену... Ну, ориентируйтесь, да. Цены могут поменяться, но... Нет, это понятно. А качество нет. Ну, качество наших топоров вряд ли поменяется. То есть, может быть только лучше. Хуже? Вряд ли. Я на контроле, так что. Ну, мы надеемся на это, да. Лет через сто встретимся, расскажете, да. Хорошо. Я согласен, честное слово. Прям-прямо. Вот на этом месте. Конечно. Стрелку забили. С этим же топором, кстати. Да. А вот, говорят, гарантия какая-то. Вот есть у вас как... Гарантия, конечно. На рукоять гарантия один год, обязательная гарантия. Ну, то есть, за год вы являетесь просто производственным браком. Если год в присутствии, то обязательная выявится в первый год. Если этого не случилось, то рукоять может стоять и десять, и больше лета. Ну, то есть, это практика, которая... Статистика, которая подтверждена уже. Время не было. Вот. Что касается топора, ну, ему в принципе сноса нет. Потому что при температуре до минус 50 градусов мороза им можно и кость рубить, и шкуру снять. В общем, после этого он не тупится. И, ну, как сказать, подтачивать его не нужно. Он не требует доводки. Вот в таком платье, допустим, этот маленький топорик, это как шкуросъемник может использоваться. В таком платье это потесать что-то. Ну, а по размерам, соответственно, каждый топор имеет свое назначение. А вот этот, какую цену, кстати, шкуросъемник? Этот стоит семь тысяч. Топор, нож. Своеобразный топор, нож. Поясное ношение, возможно, там. Ну, в конце концов, я шучу, что дамскую сумочку легко поместить. Потому что, как известно, дамская сумочка... Хороший подарок с 8 марта, да. Абсолютно, да. Женщина обожает вот этот вот топор. Не хотят отставать, да. Да. Даже не то, чтобы не хотят отставать. В принципе, если у дамы такой топорик будет... Все будут просить сразу. Собочки лежат, да. Извиняться будут. Ну, ладно, это не будем. Да, не будем говорить о вечных ценностях. А все-таки, вот смотри, я особенно много моделей. На самом деле, как бы, зрители будут смотреть, конечно, и задавать вопросы. Они же как-то у вас отличаются, да, по размерам... Назначения. И назначения, и сами, вот как бы, да. Ну, вот максимально большие. Вот, как бы, их применение где, допустим? Максимально большие, но этот, допустим, вот от размера 6-60 сантиметров. Ну, возьмем 55 сантиметров. Топорище, да? Это уже, да. Размер от и до топорища. Получается, в этом топоре 55-57 сантиметров. В этом полтинник. Вот, здесь уже 60. Вот. И топор становится овалочным. Легко перерубить поперек дерева. Ну, есть люди, которые успевают сделать это за, как бы, 35-ый ствол. У меня на инстаграме, но в инстаграме есть видео, и в YouTube есть видео. Там шестикратный чемпион мира по метанию топоров перерубает ствол тополя 36 или 38 сантиметров за 46 секунд. Ну, вы его сделаете, я думаю, с вашим топором вы его сделаете. Да. Вот, если допустим... Ему повезло, что он не встретился. Не, он такой квадратный, в смысле, это... Просто на него Константин Малышев. Ну, может быть, слышали? Он в передаче как-то... Малышева я слышал, да. Да? Знаете? Ну, известная Малышева. А, нет. Лечит Малышев. У этого все с мозгами нормально, и, собственно, говорят... Вот. Это мы вырезать и будем. Не, не надо. Вот. Что касается, я же говорю, самого человека, это открытый, добрый человек. У него, я не знаю... И в спорте багажа неизвестно сколько. А, по сути, добрейший человек. Вот, если посмотреть, что в профиль, что в Анфас, в общем, по-любому, он почти квадратный. Ну, со мной не сравнить, по крайней мере. Мы это... Мы смонтируем там. Немножко размеры изменим. Ну, Арнольд подойдет по комплектации. Арнольд Шварценеггер подойдет по комплектации? Не, не подойдет. Вашу голову подставим, и все. А тело его будет. Не надо. Можете вы... А, мы можем отпугнуть электорат. Не, не бритязь можете вернуть просто. Потому что я два дня назад побрился, и, как бы, у меня лицо немножко добрее, и щеки не таких пахнет. Вот. Ну, ладно, вернемся к топорам. Андрей, буду задавать вопрос, знаете, какой? Вы золотые топоры делаете такие, знаете, премиум-класс, там, презентационный? Это я шучу. Было желание где-то лет шесть-семь назад делать их по золоте. В принципе, я думаю, можно к этому вернуться и сделать там пару топоров просто позолоченных. В этом придь это возможно. И на самом деле, я думаю, что это будет золотой век, конечно. Золотой топор. Статус. Сделать ему там несколько микрон золотое покрытие. Раньше спрашивали, да, почему такие топоры дорогие? Ну, как привыкли к этим ухозмаговским, с ухозбытовским за 300 рублей. Это они с испугу такие просто. Ну, нет. Я уже не спрашиваю, кстати. Здесь та же самая ситуация. Это в ДНХ немножко, как это сказать, выставка не для того, чтобы здесь больше показываешь, чем... Ну, многие люди плохо очень ориентируются в том, что является штампованым топором, что является, как это сказать, кованым топором. Потому что все эти понятия мало того, что плохо знакомы, они еще все перемешиваются. Вот. Поэтому здесь я бываю, точнее я на выставку, и участвую для того, чтобы в первую очередь ознакомить людей с тем, как выполняются наши топоры. Потом, как отличаются штампованные там от литого, от кованого, действительно. Потому что кованым называют все, что угодно. На самом деле это не является имя. Как все непросто, да. Да. Здесь вот, как в любом там магазине, в основном штампованные эти пары. Декоративные, оформленные и все прочее. Ну, уж извините меня за правду. Ну, так оно и есть. Ну, раз такой серьезный разговор пошел, все-таки будут смотреть, как бы у нас зрители, там у нас достаточно много подписчиков. Что вы подскажете? Вот они скажут, ну, хочу подарить, купить подарок, в принципе, да, там топор. Что посоветуете, да. Вот так. Если человек не может в руках покрутить, ну, одно дело, пришел ты на выставку и можешь в руках покрутить, да. Вот. Вот, кстати, очень важно. Это визитка, да, на ней все контакты, звоните, говорите, что… Это не кредитка, это визитка, да. Да. Что вам нужно, говорите, я вам подберу топор. Только не дышите в телефон, говорите, да. Хорошо, да. Да, говорите, да нет, даже если дышать в телефон, я с этими, как это сказать… На самом деле вы же подскажете, да. Не дадите растеряться человеку с деньгами, куда ему деньги, так сказать, переводить. Ну, буду задавать вопросы соответственно. Вот. Что касается, я же говорю, цены, ценообразование, естественно, оно вплотную зависит от того, сколько труда потрачено на изготовление той или иной вещи. И наценка у нас минимальная, ну, в данный момент. Я вот, я с этим борюсь, честно, я с этим борюсь. Я стараюсь просто, чтобы топоры стоили… Вы спасете нашу экономику. Быть, нет. Я не занижаю цены, я стараюсь их наоборот поднять, поэтому… Спасать надо производство, которое без этих денег может загнуться. Вот. Поэтому в ближайшее время я вам помещаю, я сделаю цены, все сделаю для того, чтобы цены были выше. 90% скидка сегодня не видать. Нет, ну вот сегодня в честь 23 февраля… Таймер пошел, да. У меня видит минус 1000 рублей на любой топор. Вот. Так что, если вы успеете до конца дня, у нас осталось еще. Вы не выходите просто еще до 8 марта здесь? Подождите, это только на 23-й я же здесь указал. Я тут просто высохну до 23-го. Ну, в принципе, у людей еще полтора часа ездить. Ну, ничего, сейчас, знаете, как бы, свяжутся. Телефон есть, я укажу телефоны, ваши контакты. Вот. И, собственно говоря, у вас же сайт есть, да, я так понимаю? Да, сайт есть, конечно. Там все подробно рассказано. Ну, он старенький, но я думаю, вам понравится, я там все сам писал. И именно тем же языком, о котором с вами сейчас разговариваю. Андрей, ну, знаете, информации на 100 лет хватит. Я думаю, что блокбастер получится, мы все это сделаем, выложим во все ваши контакты. У вас с праздником 23 февраля. Спасибо. Спасибо, что благодаря вам мы хоть чуть-чуть историю узнали получше. Да нет. Знаете, как-то все больше вилки, ложки и ножи. Пускай хоть люди узнают о себе. А прощайте. Вам большой удач, продаж. И мы выкладываем ролик. Все ваши контакты выложим, укажем. Ну, и все. И ждите звонки тогда. Хорошо. Благодарю. Все добро. Пока.